Вадим Арутюнов Как добрались до Арм ТВ? Я знаю, что вы долго крутились, прежде чем попасть к нам в студию. Я думал, что я вообще не попаду в эту студию, но я рад, что попал. Скажу почему. В детстве я любил смотреть программу «Время». Кто-то смотрел «Спокойной ночи, малыши», а я программу «Время». И моими кумирами на то время были Анна Шатилова. Была у нас позавчера, кстати. Я же об этом и говорю. Игорь Кириллов, Евгений Кочергин. Я несказанно рад, что два дня назад на этом стуле сидела Анна Шатилова. Теперь здесь я. Мечты сбываются. Но, уважаемые телезрители, если вы пропустили выпуск с Анной Шатиловой или какой-либо другой выпуск, вы загружаете в Ютубе. Кстати, у нас здесь были и Лев Воно, и Бионезовы, и Каренова, и здесь огромное количество известных людей. Набирайте в Ютубе «Разговор с армянским акцентом», и выходят все выпуски, передач. Так что выпуск с Анной Шатиловой те телезрители, которые не увидели, могут посмотреть. Вадим, давайте поговорим о сообществе «Антитопор». Дело в том, что я сам всегда в интернете, в том же «Контакте», читая материалы, которые вы публикуете, могу сказать однозначно, абсолютно ответственно, что вы выполняете огромный объем работы. И даже важность не в этом заключается, а в том, что вы, по сути, рассказываете всему миру, а так как пользователи заходят с разных стран мира, вы рассказываете правдивые, четкие факты о армянах и Армении. Причем это исторические факты, а мы знаем, что многие очень любят перевирать. И важно, вот почему многие любят и перевирать, и, к сожалению, некоторые армяне, они этим грешат, чего греха таить, правильно скажешь? Поэтому важность заключается вся в том, что я использую именно независимые источники, описанные не армянами. Это вот очень важно. То есть факты о армянах и Армении, которые доказывают не просто, что у нас великая культура и история, но и что вот армяне в тех или иных ситуациях были правы, вы берете не из армянских источников, а из независимых. Исключительно из независимых. Вообще в мире это же больше тоже уважается, когда это кто-то независимый человек сказал. То есть это больше доказательств уже. Это больше стало доказательством в мире информационных войн, скажем так. Россия долгое время не знала, что это такое, порой не понимала, почему армяне и азербайджанцы, молодежь, да, спорят о чем-то там, кто был первым в регионе. А тут, на тебе, Украина, поняли, что такое информационная война и столкнулись с этой проблемой. Теперь и понимают. Кстати, вот именно по одной из такой причин я сейчас нахожусь в Москве и встречался сегодня с Александром Адабощяном, автором сценария, актером очень известным. Если есть время, я могу в двух словах сказать, почему мы встретились. Значит, месяц назад было очень много информации о том, что якобы Никита Михалков и Александр Адабощян приступили к фильму «Грибоедов», художественному фильму «Грибоедов», о том, якобы, это из интервью этих уважаемых людей, что армян в регионе никогда не было, что Карабах и Ереван – это западный Азербайджан, а «Грибоедов» армян переселил из Персии. До этого в регионе армян вовсе не существовало. Это со слов Михалкова, якобы, еще раз говорю, и Адабощян. Адабощян. Я связался и с тем, и с другим. Они, конечно, удивились. Во-первых, потому что никаких интервью они журналистам не давали по этому фильму, хотя бы потому, что они еще не приступали к съемкам. Сценарий еще на полочке пылится, очень дорогостоящий проект. Но я попросил с ними встретиться, сделать выпуск, чтобы вот из первых уст, чтобы они опровергли это дело. Сегодня они опровергли, и скоро мы тоже выйдем в эфир и покажем, что все это не так. Веда в том, что некоторые российские СМИ не проверяют азербайджанские источники, когда перепечатывают. К сожалению. К сожалению, да. Хотелось бы после моего интервью с Адабощяном, чтобы Комсомольская правда и другие российские СМИ, которые это делают, теперь проверяли азербайджанские источники, прежде чем публиковать. Ну, возвращаясь к тому, что вы сказали, что буквально всего два дня в Москве, хочу сказать, мы выражаем вам благодарность, что вот в столь, как скажем, загруженном графике вы нашли время появиться у нас в прямом эфире. Кстати, нашим телезрителям напоминаю, что вы можете набрать наш номер телефона, задавать свои вопросы, ответить на те вопросы, которые мы задавали, или передать привет другим армянам или родным, которые уже проживают в другой точке мира. Вы можете это делать абсолютно спокойно. Мы работаем только и только для вас. А если не можете, за вас передам привет им я. Да, Вадим Арутюнов, востоковед, журналист, руководитель сообщества «Антитопор», может и за вас передать привет и в другие точки мира. Вот я хотел поговорить о сообществе «Антитопор». Огромное количество людей, которые в этой группе сидят, постоянно читают публикации, которые практически каждый день у вас появляются. То одно, то другое, то третье. И, кстати, всегда очень-очень интересно, кто вообще проделывает эту работу? Сколько людей работают над тем, чтобы публиковать эти материалы? Как вообще это выстроено? Потому что нам, интернет-пользователям, совершенно непонятно, то есть, как это, чего это. Ну, скажем так, помимо вы говорите о ВКонтакте, мы еще выходим и в Фейсбуке, и на канале Ютюб, который уже свыше миллиона просмотров. Я говорю о просмотре, потому что точное количество, я не могу сказать, сколько в день смотрят. Это там у нас занимается Хайк Маргарян, он этим больше владеет информацией. У нас всего шесть человек, каждый занимается своей тематикой, своим делом. Ребята молодые, очень грамотные. Роберт Макарчан, студент РГГУ, будущий востоковед-арабист. Валерий Колунс из Самары, будущий врач, но тоже, скажем так, увлекается гуманитарными науками. Хайк, которого я называл, он в основном занимается техническими какими-нибудь сторонами вопроса. Это Гарик у нас из Волгограда, Маргарян, историк, студент-историк. Ну, в общем, вот такая вот компания. Кто-то занимается сбором информации, пишет материалы, которые мы публикуем. Кстати, скоро заработает и наш сайт тоже, на нескольких языках он будет. Вот, там будут и публикации наши, и наши работы, собственные переводы из персидских, арабских источников на русском языке будем выкладывать. Ну, и также выпуски, как обычно, один-два раза в неделю, как это мы делаем. То есть у нас по понедельникам выходит интервью, тоже вот как у вас, а по средам выпуск, где я выступаю в соло. Я вас сейчас немного перебью, у нас есть звонок в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня слышно, да? Ну, вас слышно, да, на данный момент слышно. Я хочу Вадима поблагодарить за его группу ВКонтакте «Антипопор». Очень интересно, спасибо ему. Это Гоги. Да, а вы тоже сидите в этой группе? Да, каждый день читаю. Ну, а что именно вы читаете? Вот вообще, что вам нравится в интернете, вот про армян и Армению, когда пишется? Что именно? Вот именно там про книгу уже рассказывает Вадим. Ага. Очень нравится. По главам, которые... Понятно, понятно. Услышали вас, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Вопроса не было, да? Вопроса не было, но если армянин хочет армянину выразить благодарность, то он и пей справа, дозвонится в прямой эфир. Спасибо большое, мы ждем ваших звонков. Ну что, давайте продолжим. Продолжим, Вадим, я хочу спросить у вас. Вот вы сказали, что вы приехали на два дня в Москву, кроме встречи Исада-Вашьяна. Ну, я еще, наверное, задержусь. То есть после эфира на Армении и во время эфира Армении? Скорее всего задержусь, да, потому что звонки чуть ли не ежеминутно, и нужно и туда успеть съездить, и сюда. Поэтому не успеваю за два дня ничего сделать, так что на день-два еще задержусь, скорее всего. Отлично. Но прежде чем мы продолжим с вами беседу, я еще раз напоминаю вопрос, который мы задавали, и до сих пор наши телезрители не могут дать правильный ответ. Скажите, пожалуйста, в каком году Баган Терьян написал патриотический цикл «Страна на Ирии»? Варианты ответа в 1915, 1916, 1917, 1918. Если у вас будет правильный ответ, то вы появитесь в прямом эфире, и в принципе, даже если вы неправильно ответите, ничего страшного, пообщаемся как минимум. А мы-то рады всегда с армянами общаться, потому что мы работаем для армян, но, кстати, не только для армян, но для всех, кто любит армян и Армению. Вадим, скажите, пожалуйста, вообще как давно вы работаете над столь большим делом, хочу сказать? Как вообще давно это сообщество появилось? Сколько вам лет? Как вы решили все это начать? В ноябре 2013 года. Решили начать спонтанно. Да, лично я в социальных сетях появился только в августе 2011 года. Я раньше и не знал, что это такое, с чем его едят. Не понимал, что там вообще люди делают, почему проводят время. Вадим подумает, что я невыносимый, но мне придется еще раз его перебить. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую, Вадим. Меня зовут Тигран, я из Екатеринбурга. Очень приятно. Здравствуй. У меня такой вопрос. Вообще у вас выпуски выходят такие очень острые, провокационные. У вас много врагов? Много вам угрожает? Спасибо. Да, действительно, вы делаете очень провокационную работу. Вам угрожает, спрашиваете, Екатеринбурга или нет? Ну, не без этого. Вы знаете, даже матери Терезии угрожали. Не то, что мне. Не бывает публичных людей, чтобы за время работы не сложились друзья и в том числе враги. Враги, естественно, есть, угрозы имеются и не только, скажем так, среди наших соседей с Востока. К сожалению, мы освещаем и внутриармянские проблемы. И не всегда нравится слушать правду о себе. Поэтому и среди армян есть такие, которые действительно пишут угрозы. Например, если я освещаю такую проблему, что армянская, некоторая часть армянской молодежи постепенно где-то в диаспоре, в основном в российской, отходит от своей культуры, в какую-то такую, в глобалистическую, общекавказскую культуру, надевая те же черкесские и выплясывая лесгинки, да, то, естественно, я это освещаю. Я это говорю, что это не армянская культура. Это не армянский танец и не армянский костюм. Есть такие люди, которые это опровергают и вот начинают поносить, что я говорю не право. Мы сейчас поговорим на эту острую тему, мы продолжим. Мне это очень интересно. Давайте примем сейчас звонок. У нас есть еще один звонок в прямом эфире. А-ля, здравствуйте. Баревдзес, а-ля, здравствуйте. Есть у нас звонок. Кто-то сорвался. Вот есть армяне, которые поднимаются по скале и вдруг хоп, срываются. Но армяне, они снова попытаются забраться на эту же скалу. Поэтому набирайте опять наш номер телефона, видите себя на телеэкранах. Мы ждем правильного ответа. Вопрос был, в каком году Бахан Тарьян написал патриотический цикл «Страна на Иреи». Уверен, что очень многие люди знают правильный ответ. А вот те, кто не знают, будут рады услышать правильный ответ и в свою очередь тоже быть осведомленными людьми. Вадим, я вот хотел вот что сказать. Вот вы говорите, что вы считаете, что некоторая часть молодежи, и мы в этом абсолютно с вами согласны, солидарны, некоторая часть молодежи все-таки отходит от истинных ценностей, которые есть в армянской культуре и истории. И у нас есть звонок, я так услышал, как бы давайте все-таки его примем. Телезрители у нас нетерпеливые, армяне, что делать? Телезрители, прежде всего. А мне без разницы, что на русском, что на армянском. Да, говорите с нами в трубку телефона, у нас идет задержка. Ваш вариант ответа. 1915. Правильно, Самвел Джан, правильно, правильно, поздравляю. Ну что, спасибо большое, Самвел, у нас просьба... 1915. Правильно, это правильно. Ответ, именно в 1915 году Баган Тарьян написал патриотический цикл «Сторона Найре». Мы просим Самвела перезвонить к нам сюда, в аппаратную, мы запишем ваш номер телефона, и вы получаете два билета на армянскую вечеринку, которая ставится завтра в центре российской столицы. Ну, ты обратил внимание, да, Вадим, что мы тоже воспитываем телезрителей. Мы задаем вопрос не для того, чтобы отдавать им билеты, а на самом деле... Вы не только веселитесь, но и воспитываете одновременно. Да, ну что, вот я хотел бы возвратиться к нашей теме, мне пришлось вас прервать, как бы вот, в этой части, в части молодежи, мы абсолютно с вами солидарны, что часть молодежи отходит от истинных ценностей, и что касается музыки, кстати говоря, это не самая крупная проблема, вы согласны? Есть и посерьезнее проблемы, то есть... Я даже догадываюсь, что вы имеете в виду. Да, ну, я буду говорить про мягкие какие-то вещи, да, вот, например, вот мы сегодня разговариваем с нашими телезрителями, каждый эфир, каждый будний день мы идем в эфире с понедельника по пятницу, и есть вот гости, у нас даже был гость один, чего уж тут скрывать, да, с которым мы говорили два часа, говорили два часа, а потом я задал вопрос, кого ты выбираешь из царей, и он сказал, а кто такой Тигран Великий? И такой бывает. Было такое, да. Я не хочу этого гостя критиковать, потому что есть армяне, которые живут на территории Российской Федерации, и они не учатся в армянской школе, возможно, они что-то даже и не знают, вот. Как вы считаете, вот вы пишете все время в интернете эти публикации, как вы считаете, как сделать так, чтобы армянская молодежь все-таки знала и про армянских писателей, и про царей, и про общественных деятелей? Больше читать, больше читать, особенно когда находишься в диаспоре. Проблема еще в другом. В Армении масса литературы об истории Армении, о литературе Армении, о культуре Армении, но вся эта литература на армянском языке. Согласитесь, в России, тем более молодежь, не все умеют читать по-армянски, даже говорить по-армянски. И я считаю, что нужно эти книги переводить все-таки на русский язык, может быть, и на другие тоже языки, хотя бы для диаспоры. Пока что книга в моде. Чтобы там не говорили об интернете, но книга все-таки в моде, да и в интернете тоже, в русскоязычных ресурсах масса тоже интересного и есть, можно тоже найти и почитать. Другое дело, есть ли желание. Можно привить, например, через тоже наше сообщество, когда мы в двух словах сказали шапку, да, есть такое журналистов выражение, шапка, сказали шапку, ага, тема заинтересовала. И человек начинает сам рыться, искать и понимать, что такое на самом деле армянская культура. По поводу вот Лизгин и Кочеркеса, многие меня обвиняют, что я там какой-то кавказофоб, я был бы круглым идиотом, если бы я был бы вообще каким-то фобом. Не то, что кавказофобом или русофобом или каким-то другим фобом. Я думаю, вы считаете следующим образом, у нас есть невероятно красивые армянские танцы, и патриотические, и народные, и бердь, и хочари, и что угодно. Почему бы нам не танцевать наши танцы? У нас и костюмы народные красивые, и самые танцы. Привито это еще все с советского периода, когда армян, вот этот вот клочок земли, от той большой Армении, оказалось за Кавказе, и в этот общий кавказский котел внесли и народ, и саму республику. И вот эта вот общекавказская культура была привита тоже российской властью, советской властью, армянам. И с тех пор вот принято считать, что армяне тоже кавказцы, что у них такие же костюмы, такие же разновидности армянских лесгинок, и так далее, и так далее. Когда мне хотят возразить, обычно показывают такой видеоряд с фотографиями и цитатами маршала Баграмяна, Микояна, и так далее, да, и их цитаты, где они говорят о Кавказе, об Армении, как о Кавказе. Но вы обратите внимание на такую хитрость 25-го кадра. Все эти люди либо с советского периода, либо родились уже в Армении в составе Российской империи. Кстати, потому и Армения и стала из-за Российской империи называться то за Кавказем, то Кавказом. Но армяне же, как народ, сложился не благодаря Российской империи, не благодаря советской власти. Из бывших советских республик из 15-ти четыре прежде уже имели свою государственность. Четыре только из 15-ти. Это Грузия, Армения, Литва и Россия. Все остальные были искусственно созданы. Хотим мы этого или нет. Ну вот как Азербайджан. Придуманное государство. Да, да, именно, именно. И нету даже собственных букв. Да. В принципе, каждый житель Азербайджана, наверное, сам себе задает вопрос, почему у них нету даже собственных букв. Вы знаете, я вам так скажу. Я востоковед-индолог. У меня стезя – это Индия, страны Южной Азии, Пакистан, Непал и так далее. Но я благодарен азербайджанцам. Благодарен, скажем так, азербайджанской культуре, азербайджанской истории. Искусственной, но она все-таки есть. Почему благодарен, я вам скажу. Когда я начал изучать азербайджанскую историю, я автоматически стал еще и тюркологом, и иронистом, и арабистом, и даже синологом. Я сейчас засмеялся. Я сейчас представил, когда вы сказали про искусственную историю Азербайджана, я представил, я сейчас вспомнил, что в Армении есть искусственные бассейны, где плавает искусственная форель, ишхан. И те армяне, которые не могут купить настоящий ишхан, потому что его мало просто всего, у них не всегда возможны искусственные ишхан, пожалуйста, вон там в бассейне есть. Ну и каждый искусственный ишхан, наверное, мечтает быть акулой. Натуральный. Вадим, беседа у нас пошла остренькая. Арм ТВ. Разговор с армянским акцентом идет в прямом эфире. У вас есть возможность звонить, отвечать на наши вопросы, задавать вопросы нашим гостям. И если ваши родственники армяне проживают в другой точке мира, вот, например, если вы смотрите сейчас нас в Ереване, а у вас родственники живут в Лос-Анджелесе, вы можете посредством нашего эфира передавать приветы своим родным и близким. Уверен, что им будет приятно услышать эти приветы. Если же вы сейчас нас смотрите в записи, а некоторые телезрители нас смотрят с 10 до 12 ночи, хочу сказать, что прямой эфир все-таки с 12 до 2. Но если вы смотрите нас в повторе, и это сейчас вечер у вас, на Дальнем Востоке или на Урале, всем-всем доброго вечера. В Москве и Армении мы говорим доброго дня, а Соединенным Штатам Америки и некоторым странам Европы мы говорим доброго утра, просыпайтесь. Вадим Арутенов в нашей студии, востоковед, журналист, руководитель сообщества «Антитопор». Такая остренькая беседа у нас. Жаль, что вообще осталось полчаса до конца беседы, но однозначно то, что я скажу, что вы сегодня у нас первый раз, но уже уверен, что не последний. Я думаю, что у нас очень много тем есть для обсуждения. Спасибо, позовете, приеду. Без проблем. Вадим, давайте продолжим говорить на эту тему. Сегодня, скажите, вот вы знаете, что очень много людей просматривают ваши публикации. Я вчера обратил внимание, огромное количество, то есть не 5 и не 10 тысяч, а намного-намного больше, в разы армян и людей, которые читают ваши публикации. Скажите, все-таки, как вы считаете, сейчас, если вот брать процентную ставку, сколько процентов армян, которые все-таки или нейтральны, или непатриотичны? Есть такие? Конечно, есть. Есть такие, и причем я вам скажу, чем дальше от Армении, тем больше таких. Например, таких регионов, как Дальний Восток, Сибирь, Алтай. Имеются такие. Бывает, что они даже и стесняются принимать участие в тех же дебатах, которые происходят в социальных сетях. Но не хотят светиться, потому что есть и такие армяне, которые любят гонять в краску, скажем так. Вот, допустим, какой-нибудь там Миша из, скажем, Барнаула, ну, никогда он не сталкивался с армянами, он родился где-то там на Алтае, а тут бах, армянская группа, все интересно, им хочет вот вклиниться вот в эту вот группировку армянскую такую, познать больше и о культуре, и об истории, и начинает задавать для нас кажущиеся наивные вопросы. И вместо того, чтобы ему отвечать, его начинают остыжать, вот поэтому он пытается как-то сторониться и пишет мне в личных сообщениях, задавая мне вопросы. Честно говоря, таких сообщений в личку очень много, я не справляюсь, потому что это невозможно, это не работать, ничем не заниматься, только сидеть и заниматься антитопором и отвечать всем на вопросы. Ну, я думаю, что те люди, которые понимают, что у вас огромная занятость, они не должны вообще обижаться, что вы им в личных сообщениях не отвечаете, даже если это армяние, задаваясь какой-то важный вопрос. Я хотел бы, чтобы, да, не обижались. Ну что, я думаю, что телезрители, которые также пользуются публикациями, то есть читают публикации в сообществе Антитопор, еще раз повторяю, для тех, кто об этом не знает, огромное количество армян по всему миру практически каждый день заходят и читают публикации, которые печатают и публикуют сообщество Антитопор. И сообщество Антитопор играет огромную роль, я считаю, что играет огромную роль, хотя, как сказал Вадим, буквально в конце 2013 года вы открылись, а вот за такое короткое время вы сумели набрать столько пользователей, значит, очень важную работу выполнять. Ну, потому что, наверное, никто до этого, до Антитопора, никто ничего и не делал, меня еще, подобное не делал, меня еще удивило то, что вы за все время эфира ни разу меня не спросили, почему Антитопор, обычно с этого начинают. Ну, дело в том, что Роман Батасарян, который сидит в эфире, он человек такой, вот, может, хоп, задать один вопрос, хоп, другой, а впереди еще 27-28 минут 20 минут. Ну, я думаю, вы и так догадались уже. Конечно, конечно, я думаю, что вы против вранья, против лжи, а если кто-то думает, что... Ну, и против топорной работы, но еще у нас есть такой очень ублюдочный герой, Рамиль Сафаров, который тоже ассоциируется у меня с топором. Да, но Рамиль Сафаров, он герой только для президента Азербайджана. Поэтому я его назвал ублюдочным героем. Весь мир, я бы сказал, был удивлен, шокирован. Вот кто-то думает, что весь мир смеялся над тем, что его признали героем. А мы с вами знаем, что на самом деле люди были шокированы. Даже те, кто не особо разбираются вообще, как дают героя кому-то, они были просто шокированы, что такой человек, как президент Азербайджана, дает героя, еще этим гордиться, что он дал героя, не герою. Ну, понимаете, молодая нация без морщин, без седых волос, какие могут быть герои, какое может быть прошлое? Есть у армян, есть у грузин, у других народов есть герои своей нации, древнего мира, Средневековья, недавние герои, которым страна гордится всегда ими. Ну, какая у Азербайджана может быть эпопея героизма, я не знаю, преподносит иногда Бабека, хотя это известно, что это иранский герой. Он не был не азербайджанцем, он был иранцем, причем он был язычником, и никакого отношения не имеет к азербайджанской нации, но вот его преподносят как азербайджанского героя. Есть и другие герои, из Великой Отечественной войны был такой Ази Асланов, да, герой, но талыш по национальности. То есть, вот не в яблочко, что не герой, то не то. Вот как-то так. Поэтому Рами Сафара в самый раз. А вообще, вы знаете, вот мы критикуем, смеемся, а вот я считаю, что мы должны, сейчас я вот не для лести это говорю какой-то, я считаю, что на самом деле азербайджанских выдумщиков нам надо пожалеть. Почему? Потому что каждый день выдумывать какие-то вещи, это тоже работа какая-то с другой, и, кстати, сложная работа. Иногда выдумывать такие вот невероятные вещи тоже сложно. Вы знаете, выдумывать нужно еще уметь. То есть, нужно быть фантазером. Мало того, что нужно быть фантазером, нужно еще сфантазировать все так, чтобы не получилось, как с Адабашьяном. Понимаете? То есть, всегда можно проверить информацию. Поэтому, когда азербайджан выдумывает, обычно они выдумывают и берут цитату уже давно неживущих людей. Александра Сергеевича Пушкина, Грибоедова, Наполеона вспоминают, Тацита и так далее. Да, вспоминают они о них, вот они высказались об армянах не так хорошо. Но даже если они высказались... А вы вспомните, кто об азербайджанцах высказывался? Никто. Потому что их тогда не было. Об армянах хоть высказывались. Хорошо, плохо, но высказывались. С древними народами всегда так происходит. Потому что позади огромная история. Были враги, были друзья. Можно найти и хорошие цитаты, можно найти и плохие цитаты. И не только об армянах. Просто сейчас сижу в таком шоком состоянии. Вот бывают такие минуты, редко, но бывает, когда я не знаю, что сказать. Потому что я сейчас задумался. И думаю, задумались наши телезрители. А ведь действительно о азербайджанцах я ни разу не читал, чтобы какой-нибудь великий человек что-то сказал. Это действительно правда. А когда же сказать-то, начало 20 века и то вторая декада, как только нации. Кто-то правильно заметил, что пипси-кола раньше появилась, чем националист азербайджанец. Кто же там что скажет? Ну сейчас говорят, кстати. Евровидение в Баку, чемпионат Европы или что там будет в Баку, я не слежу. Тоже. Ну вот в контексте всего этого говорят об Азербайджане. Но не о как великом чего-то. Вадим, скажите, пожалуйста. Кстати, напоминаю нашим телезрителям, что у вас есть возможность звонить к нам в студию. Друзья, вы можете вмешаться в ход беседы. И более того, телезрители могут даже поменять ход беседы. У вас есть такая возможность. 8 499 272 46 54. У себя на экранах вы можете прочитать этот номер. Набирайте наш номер. И если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. Вадим, я хотел у вас спросить. Как часто вы вообще ездите в Армению? Вы бываете в Армении или нет? Один-два раза в год стабильно, конечно. Один-два раза в год стабильно вы бываете в Армении. Вы едете по какому-то поводу или вам действительно интересно понять, как меняется Армения, что меняется в Армении? И это тоже, и еще то, что, естественно, мне тоже нужны гости в студии. И за гостями мне приходится ездить в Ереван. Какая-то нужна научная бывает консультация с арминоведами, с историками. Я же говорю, я индолог, поэтому для меня это тоже все новое. Это отрасль востоковедения, но все-таки для меня это новое. И консультации, естественно, мне нужны. Поэтому я с удовольствием туда еду. И сам знакомлюсь со страной. И еще знакомлюсь с новыми людьми из мира армянской науки. Ну, я вот сейчас подумал, что на самом деле я вам хочу сказать, что я вам по-доброму завидую. Почему? Потому что вы еще более трудолюбивый человек, чем мы здесь на Арм.ТВ. То есть мы-то здесь принимаем гостей в студии, а вот вам, чтобы написать ту или иную публикацию, вам надо встречаться с этими людьми, ездить туда, сюда. И это действительно дороги, не только нервы, но еще и потери времени. И в разную погоду, в разные точки планеты ехать, чтобы с теми или иными армянами встречаться. И с первых уст узнавать какие-то факты, которые крайне важны, чтобы их донести до тех, кто читает «Антитопор». И смотрит. Да, я бы хотел, все-таки мы поговорили про книги. Потому что вот мы сказали про видеохостинг YouTube, мы сказали про то, что ВКонтакте «Антитопор» многие подписаны у вас и читают. Но я знаю, что вы и книги собираетесь какие-то выпустить. Это так? Да, с 2015 года сообщество «Антитопор» будет заниматься не только выпусками и публикациями статей, но и, я так называю, реанимированием изданий независимых авторов. Из последних годов выпуска, 19 века, начала 20 века, мы собираем эти книги и их переиздаем. Естественно, со ссылкой на автора, не мои книги. И вот уже в апреле этого года выйдет уникальное издание, о котором мало вообще кто знал. В истории называют «Армяно-татарской резней» 1905-1906 года в Баку. Мне посчастливилось найти авторское издание экс-губернатора Баку Александра Новикова. Издал он эту книгу в 1905 году, именно в том же самом Баку, где он описывает то, что там происходит на месте. То есть, своего рода такой репортаж. Приводит слова 40 свидетелей, очевидцев того, что происходит в Баку. Город полон армянскими трупами, больницы переполнены. Там же уникальные архивные документы. Все-таки губернатор пишет, бывший губернатор. Вот. И эта книжка хранилась в единственном экземпляре, представляете, здесь в Подмосковье. О ее существовании практически никто не знал. Я ее выкупил, и вот мы ее переиздаем. Перевели ее на русский язык, из того языка русского, с ярыми и этими, чтобы было более удобно читать. В апреле она у нас выйдет. До этого издания, ну и сейчас пока, Азербайджан представлял 5-6 год как геноцидом азербайджанцев. Якобы вот дашнаки вошли в Баку, перерезали всех азербайджанцев. Вот эта вот книга как раз-таки расскажет, кто был жертвой, почему в Баку вошли дашнаки, и почему татары, там говорится о татарах, а не азербайджанцах, и почему татары стали резать армян. Это перевернет взгляд не только на армяно-татарские, армяно-азербайджанские отношения того периода, но и на историю России. Это очень важный документ. Ну что, я хотел у вас спросить, скажите, вот сейчас вот в связи с тем, что в апреле мы отмечаем 100-летие со времен геноцида армян, вообще вы как-то увеличили количество публикаций, которые касаются геноцида армян? Потому что мы знаем, что все армяне, вот Союз Армян России, телеканал АрмТВ, другие армянские каналы, армянские политики, все делают какие-то мероприятия, какие-то акции, и все увеличивают и увеличивают, и не потому, что как бы наступает даже эта дата, а потому что все-таки 100 лет это цифра. Вы тоже увеличили как-то количество публикаций? Вы знаете, вообще для нас и 100 лет, и 99 лет, и 98 лет, это одна цифра. Потому что, в принципе, за эти 100 лет ничего-то и не произошло. Да, Турция более смягченно уже к этому стала относиться, об этом стали говорить в Турции, на уровне даже мили-миджлиса, но, тем не менее, пока что еще топчемся на месте. С решением армянского вопроса в Турции. Как и все, да, и действительно мы увеличили публикации на тему геноцида армян. И хотя вы понимаете, что у нас, конечно, основная ставка на соседей, которые с востока, а потом только с запада. Но из-за того, что, как вы правильно заметили, юбилей именно в этом году, поэтому мы больше времени еще и больше тем уделяем соседям с запада. Я не знаю, что будет после этого столетия, какие будут сдвиги в политическом отношении между двумя странами, Армении и Турции. Прогнозировать, наверное, я не буду, но могу сказать, что сдвиги кое-какие есть. Если с мертвой точки и сдвинется что-то, это будет не при Эрдогане. Это точно, потому что это не та партия у власти, чтобы говорить о каких-то уступках территориальных, признании геноцида, репарациях и так далее. А раз мы заговорили о Эрдогане, я правильно понимаю, что он все-таки националист? У него есть какая-то агрессия, мне кажется. Да, но он и националист, это такой на самом деле Думвират, Эрдоган и Давут Оглу. Был Триумвират, плюс еще Гюль. Сейчас у них небольшой разлад временный. И вообще вся их основа националистической Эрдогана и Давут Оглу построена на книге Давут Оглу «Поднятая высота». Эта книга была издана только на турецком языке, хотя мне греки говорили, что появилась она и на греческом языке. И вся вот эта вот их националистическая мысль эрдогановская описана именно Давут Оглу еще до того, как один стал премьер-министром, а тот министром иностранных дел. Вадим, я хотел у вас спросить. Вот смотрите, армяне по всей территории Российской Федерации, которые заходят и читают публикации сообщества «Антитопор», и вообще армяне по всему миру, вот они все время читают также факты о Армении. Я правильно понимаю, что вот молодежь той же Турции, молодежь, вот обычная молодежь, парни и девушки, которые активные пользователи в социальных сетях, они тоже интересуются, кстати, фактами своей истории. Я правильно понимаю, что вот мы можем говорить о том, что в принципе большинство молодежи понимает, что все-таки геноцид армян – это чистая правда, и действительно полтора миллиона армян около этой цифры, может быть даже и больше, к сожалению, я думаю, как раз-таки может быть и больше, вот. Потому что это геноцид армян, кстати, я хочу сказать, что нашим телезрителям кто-то думает, что это произошло только в 1915 году, а на самом деле это происходило почти 25 лет, правильно, где-то около 25 лет проходил геноцид. То есть из года в год, просто вот и в эти годы было больше всего убито армян. Начался в 90-х годах 19 века. Да, молодежь в Турции, которая сидит в интернете, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно, я думаю, что в глубине души каждый, кто копается в этой информации и видит столько информации о геноциде армян, понимает, что в принципе-то мы не можем говорить, что в Турции там глупая молодежь. Там тоже очень много образованных ребят и девушек. Я думаю, они в глубине души понимают, что их правительство вынуждено. Все это знают и понимают. Все прекрасно понимают. Более того, я свободно говорю на азербайджанском языке, на турецком языке, и я с ними общаюсь, они мне пишут в личных сообщениях. И среди азербайджанцев некоторые армяне как-то ко мне ревностно стали относиться, что у меня в сообществе оказался один из администраторов азербайджанец. Мы это долгое время скрывали, что у нас есть азербайджанец. Ну а почему нет? Что тут плохого-то, правильно? Ну если человек честен, почему? Да, да. У нас же не азербайджанофобское сообщество. Конечно, конечно. Вы просто опровергаете ложь, которая вообще неуместна, когда у нас... И был у нас действительно такой, пока его с потрохами, так сказать, не сдали. Ну и пришлось вот как-то от него отказаться. Сейчас администрация армянская исключительно. А так я с ними общаюсь, переписываемся. Есть у нас еще один парень из Турции, который этнический армянин, но дома они в сундуках прячут иконы, родители уходят в мечеть, он делает вид, что он хоть и мусульманин, но не верующий. Понятно. И вот вы сейчас сказали несколько таких случаев, а я думаю, на самом деле этих случаев вообще очень-очень много, о которых мы даже и не знаем. Такой вопрос. Вы помните, наверное, эту историю, когда азербайджанский писатель написал книгу о армянах, о азербайджано-армянских отношениях. О кромалистике, да. И сильно пострадал, причем реально серьезно пострадал, его лишили всех званий и так далее и тому подобное. Ну это потому что армянофобия там, поэтому и страдает. Вот я же и говорю, я почему упомянул, что у нас были азербайджанцы, азербайджанец в группе, потому что у нас нет азербайджанофобии. Более того, любой азербайджанец, насколько я знаю, может приехать в Ереван, погулять, посидеть, покушать, выпить и уехать. Я их там вижу. Из Ирана, из Грузии я их там вижу. Они говорят на азербайджанском языке, на площади республики. Я лично сам видел. Но в Баку поехать армянам, боже упаси, вы сами знаете, что это. Ну, когда нет собственной истории, нет собственных букв и нечего о себе сказать хорошего, приходится кого-то ненавидеть. На самом деле, Вадим, я хотел сейчас оторваться от политической темы и сказать, а вот с точки зрения психологии, ведь и в любой организации, в любом доме, если кто-то ни черта не делает, а у другого есть вес, вот тот, кто ни черта не делает, он всегда начинает ненавидеть всех вокруг. В принципе, это речь идет сейчас о Азербайджан-Армении, а на самом деле, если мы опустимся даже на обычный бытовой уровень, в организациях, дома, где угодно, там такая же картина. То есть, с точки зрения психологии, понятен этот шар. Говорят, в семье не без уродов, но земной шар это тоже семья, и тут не без уродов. Да. Ну, вот несмотря на то, что вы делаете такую важную работу, вам приходится иногда, там, как говорится, жесткие словечки использовать и в личных общениях, и в интернете. При этом я обратил внимание, что вы человек с чувством юмора такой вот, и улыбнетесь, и подшутите. Правильно я понимаю, что для вас это кроме того, что чувство патриотизма, но это еще и все-таки как бы работа, и то есть вы все равно как бы понимаете, что все время вот так в агрессию впадать вам-то лично не нужно, просто это вот такая важная работа, которую выполняете. Не нужно, но порой иногда приходится. В агрессию я впадаю именно тогда, когда происходит недопонимание с армянской стороны. Это те, о которых мы говорили. Ну, есть такие люди, которые вот что-то хотят внедрить того, чего у армян нет и никогда не было. Я сначала думал, что они шутят, но это не шутки, и действительно это происходит, и до меня это происходило. Сейчас я смотрю уже, все-таки люди стали все больше, армянская молодежь, все больше и больше стала смотреть наши выпуски и понимать, что происходит вокруг. Очень много. Я сам удивлен, насколько много людей как бы читают ваши публикации, публикации сообщества «Антитопор». Вадим Арутюмнов, востоковед, журналист, руководитель сообщества «Антитопор» в студии телеканала «Арм ТВ». Вы сейчас смотрите прямой эфир по московскому времени с 12 до 2 часов дня. Повтор у нас идет с 22.00 до полуночи. Друзья, если у вас есть интернет, то вы можете насмотреть по интернету на сайте телеканала «Арм ТВ». Многие армяне нас смотрят по спутниковой антенне, например, в Средней Азии. Всем им большой-большой привет. Мы не забываем ни про кого, хотя и сидим здесь у нас в Москве. Ну и, конечно же, Билайн также транслирует телеканал «Арм ТВ». Кнопка 781 в пакете «Микс». Вы можете смотреть первый российский армянский телеканал. Кроме разговора с армянским акцентом на «Арм ТВ», можете смотреть открытый эфир каждый будний день, смотреть кухню с армянским акцентом, которую ведет Роза Мартина Саркисян, и передачу «Быть или не быть», ведущим которой является Гамлет Гушьян. Ну а я возвращаюсь к нашему гостю. Скажите, бывает ли такое, что вы устаете что-то писать? Бывает ли такое, что вот ваши работы, я смотрю, прям ежедневную там? Когда вы отдыхаете от всего этого? Летом в Армении на полтора месяца я уезжаю туда, там отдыхаю. Я думаю, вы там тоже успеваете работать. Да, но все равно работа идет в том смысле, что я там тоже договариваюсь об интервью с кем-то, мы там снимаем ребят и людей из мира науки, культуры. И в течение, после того, как оттуда возвращаемся, в течение двух-трех месяцев мы вот эти интервью тоже уже выдаем. То есть мы не просто отдыхали, но еще немного поработали. У нас есть блиц, это вопрос, на который вам надо будет ответить. У меня всего лишь четыре вопроса для вас. Итак, начнем. Если бы у Вадима Арутюнова появилась возможность выехать в один из этих двух городов, какой бы он город выехал бы, учитывая, что и там, и там много армян? Алеппо или Лос-Анджелес? Алеппо однозначно, потому что я люблю Восток. Вы любите Восток. И вообще, я правильно понимаю, что если бы вы прилетели бы в Алеппо, там больше у вас объема работы, которую можно было бы выполнить? Конечно. Да на Западе смотреть нечего. Раз мы говорим о Алеппо, где живут очень много наших братьев и сестер, может, вы это знаете? Я знаю, что когда в Кесабе произошли эти события, там была церковь армянская, которую сожгли. Меня это очень сильно расстроило. Вы не знаете, вот эта церковь, вы вообще писали про эту церковь? Были у вас публикации? Дело в том, что мы были самые первые, которые сказали правду о Кесабе. Тогда, когда российские телеканалы трубили о том, что Кесаб захватили исламисты, а церковь сожгли. Мы сказали, что да, действительно, Кесаб захватили исламисты, но церковь в целости и сохранности. Никто ее не сжигал, и мы даже показали кадры, где сами исламисты снимают эту церковь и говорят, мы здесь, церковь на месте в целости и сохранности. Также мы показывали кадры, где стариков армянских, там оставались еще несколько семей, стариков армян в Кесабе, турецкие пограничники перевозили на территорию Турции. Ну, такой, скажем, показуха такая, жест помощи, что мы вот спасли армян. Ну да. Так что церковь все-таки целая там в Кесабе. Отлично, это нас очень-очень радует. Неожиданные вопросы могут быть с Блицей, могут быть обычные. А вообще, Вадим Арутюнов, который едет иногда летом в Армению и видит на рынке персики или абрикосы, если ему скажут, Вадим, выбирай или персик армянский, или абрикос, что он выберет? Я ничего не выберу, я не люблю фрукты. Все, нет витаминов. В организме Вадима нет витаминов. А надо, потому что вот, например, абрикосы очень полезны для сердца. А ваше сердце должно биться сильно, у вас работа важна. Я предпочитаю цитрусы, но если говорить о витаминах, то, наверное, все-таки мультивитамины в капсулах. Но фрукты, правда, не люблю. Понятно, понятно. Нет времени, понимаете, антитопор работает, у него нет времени есть какие-то абрикосы. Я просто фруктами наелся в Индии, мне мяса больше хочется теперь. Отлично. Выбирайте, куда вы пойдете, в Матанадаран или Звартноц? Звартноц я не аэропорт имею в виду, а памятник. Матанадаран. Матанадаран. Да, я люблю время проводить с книгами, вокруг книг, вот находиться в этой стезе. Дальше, последний вопрос. Комедии или боевики? Это вопрос, кстати, со смыслом. Комедия, конечно, комедия. Комедия. Да, однозначно. Отлично. Ну что, у нас в гостях Вадим Арутюнов, востоковец, журналист, руководитель сообщества «Антитопор». Те наши телезрители, которые в интернете читают публикации, которые публикуют сообщество «Антитопор», понимают, насколько огромную роль играет это сообщество. И перед тем, как наш гость уходит, маленькие его пожелания на полминуты всем нашим телезрителям и тем, кто читает, кстати, все, что пишет «Антитопор». И кто читает, и кто смотрит. И вообще, у меня пожелание, скорее всего, к армянам диаспоры. Единственное пожелание – это терпение. Потому что армянам диаспоры действительно приходится очень много слышать, нелицеприятное порой даже о себе, много лжи и фальши о себе. Поэтому я желаю терпения и быть постоянно на связи с исторической родиной. Не только быть на связи, но и время от времени посещать эту историческую родину хотя бы в поисках правды. Ну что, спасибо большое, Вазим, выражаем огромную благодарность. Я знаю, что сегодня у вас было аж прям, я не знаю, несколько встреч и беготня, вы тем не менее добрались. И еще будет сегодня. И еще будут встречи, да? У патриотов, у армян всегда-всегда много встреч. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Для нас было очень важно принять вас у нас в гостях. Вообще, мы очень добрые армяне, но нам не позволяют ничего, кроме воды ставить на стол. А вот я думаю, таких гостей, как вы, надо встречать с коньячком, с шашлыком. Ну не могу я добиться, руководство не позволяет. От шашлыка бы не отказался, но коньячок я не пью. Я вообще алкоголь не предпочитаю. Отлично. Ну что, уважаемые телезрители, конечно, пора прощаться. Так получается, что вот есть такой момент, когда нужно говорить до свидания, попрощаться с телезрителями. Хочу сказать, что мы всегда говорим, что мы вас очень-очень любим. Наша любовь безгранична по отношению к армянам и Армении. И мы рассчитываем, что те, кто смотрит телеканал АРМ-ТВ, с нами едины в этом. И ваша любовь очень тоже важна для Армении, для этой маленькой страны, но такой сильной, которая пережила столько всего. Очень важно, чтобы вы, находясь в разных точках мира, поддерживали армян и Армению. Это очень-очень важно. Надеюсь, что вы это услышали. С вами был Роман Багдасарян. Это был разговор с армянским акцентом. Завтра мы тоже выйдем в прямом эфире. У нас будет единственная космическая армянская певица. Это Астпа Юниверс Дива, которая завтра появится на студии. И мы будем спрашивать у нее, каково это быть армянской певицей, какой-то космической. Разные гости, разные темы. Нас, армян, очень много. Мы такие разные, но мы одинаково сильно любим Армению. Надеемся, что вы тоже. Ну что, пора прощаться? Я не хочу прощаться, но пора. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!